Эдуард Байчора Ток-шоу М-Онлайн И сразу приступаем к интервью По традиции первая часть интервью у нас касается предназначения человека И учитывая то, что на сегодняшний день Эдуард успел побывать, поиграть во всех дивизионах, футбольных дивизионах Хотелось бы задать вот какой вопрос Эдуард, когда у тебя появилось ясное осознание, ощущение того, что ты хочешь связать свою жизнь именно с футболом? Знаете, это, наверное, с детства В детстве я точно не смогу сказать возраст Но так как у меня отец всегда сам играл и большой поклонник футбола Ты хочешь сказать, что у тебя не было вообще в жизни дилеммы такой, быть с футболом или не быть? Ты с самого начала знал, что ты в футболе Ну да, я всегда представлял себя футболистом с детства Наверное, у всех детей, которые занимаются футболом, это чувство присутствует Просто со временем в связи с обстоятельствами это чувство теряется У меня всегда это чувство поддерживал мой отец Эдуард, мы хотим сказать, что до нашего интервью мы побеседовали с людьми, с прохожими, а также с ребятами Провели Блиц-опрос, знают ли они тебя и как относятся к футболу Внимание на экран! Про футболиста Эдуарда Байчура слышали? Я знаком с его отцом, а самого... нет Нет, не слышу Честно, нет Я не увлекаюсь футболом Нет Хороший наш карачаевский футболист Земляк, да? Да, земляк Успехов ему в этой спортивной школе Чтоб достиг высоких результатов Конечно, знаю Он из нашего района, что вам о нем известно? Я его просто так знаю, что есть такой Он вратарь, амплуа Сын очень известного человека Я его лично знаю, Мурата Байчура Что еще могу сказать? Он в Краснодаре, по-моему Неоднократно, ну как бы не один год играл в футбольной команде Краснодара И сейчас, насколько мне известно, он в Ставрополье Возможно, клуб Динамо, я не знаю, может я не прав Неудивительно, здесь ничего такого нет, потому что очень многие клубы закрылись за последние годы у нас Те же самые футбольный клуб Тосна, где был футбольный клуб Кубань Эдуард, это известно мне и я думаю многим нашим телезрителям, что ты участвовал в играх Лиги Европы Что немаловажно, особенно для представителя нашего маленького карачаевского народа Расскажи, пожалуйста, про эту свою работу Мне самому было очень интересно, конечно, в этом чемпионате участвовать Было очень, я до сих пор помню матчи, пусть я даже не играл, но я был в заявке В один момент даже со Свонси мог выйти на поле Вратарь получил нашу травму И мне сказали разминаться Замечательно Конечно, да, очень замечательно Трибуны мы играли со Свонси Английский чемпионат тем и отличительным, что болельщики очень активны Друг друга не слышат на расстоянии, как мы с вами Такой орстый Да, да, я в ноговке бегаю и эти англичане на меня что-то там кричали, что-то махали Я должен был выйти, но к сожалению или не к сожалению Вратарь встал на ноги и продолжил играть дальше Лига Европы это достижение, не меньше Ну а я рылась в ютубе и нашла удивительный гол Где ты сравнял счет, будучи вратарем И там прям голос этого комментатора говорит Вратарь забивает Эдуард Байчора Там у него еще такой акцент какой-то Видимо это комментировали со Ставропольских каких-то СМИ Вот про этот гол немного расскажи И далее, уважаемые зрители, у нас будет маленький сюрприз для вас Ну шла последняя минута, нам было терять нечего Опять же Болельщики подгоняли, были болельщики, которые кричали иди вперед, иди вперед Но у каждого вратаря, можете спросить, у любого есть, можно так сказать, мечта забить гол в игре И так получилось, что моя мечта сбылась Не у всех вратарей, даже в великих вратарей такое случается в карьере Я очень был рад этому и сейчас до сих пор вспоминаю с удовольствием И прямо сейчас, уважаемые телезрители, знаменитый, не ошибусь, наверное, знаменитый гол Эдуарда Байчора на нашем экране Давайте посмотрим, как это было Вот так я быстренько облачился в шар в Динамо Ставрополь Потому что сегодня герой того матча у нас в гостях вместе с главным тренером команды Львом Ивановым Добрый день вам, уважаемые гости Но для начала хочу спросить у Эдуарда Наверное, не первый раз вам за эти дни задают такой вопрос Первый раз забили? Ну да, впервые, да? Какие эмоции? Как вообще так получилось? Расскажите Эмоции только положительные Шла последняя минута Нам было терять нечего, проигрывали 1-0 А сами побежали в штрафную или была установка от тренера? Это моя инициатива Тренер только это приветствует Лишь бы мы забили гол Так получилось, что удачно сложилось И, как видите, сравняли счет Очень важное очко набрали до команды Сейчас у нас третья часть Где мы будем говорить об обучении Ты учился где-нибудь? Хочется спросить мне Ну я же знаю, знаю Ты обучался в седьмой школе нашего района И в первой Первой твоей учительницей была Но об этом не сейчас Сейчас хотелось бы узнать все-таки ты Будущий футболист Каким дисциплинам ты больше отдавал предпочтение? Ну, знаете, я никогда не был отличником И никогда не был двоечником Да, было что-то среднее Наверное, ударник ближе к троечнику Наверное, вот так вот И, наверное, это связано с тем, что я очень часто опаздывал на уроки В связи с чем? В связи с тем, что на переменах играл футбол И не успевал забить гол Да, и не хотелось задерживаться И прежде чем мы сейчас перейдем К твоему любимому литературному произведению Эдуард И, дорогие наши телезрители, внимание На экран первая учительница Эдуарда Байчара Ну, я бы не сказала, что увлечение футболом Как-то влияло на учебный процесс По той простой причине, что его мама была учителем начальных классов То есть порядок был во всем В дисциплине, в учебе Если серьезно, Расул учился на хорошо и отлично Я помню, как он играл в футбол Вовлек в эту игру не только своих одноклассников, одноклассниц Но еще учеников старше себя Учеников старше себя Ну, видимо, жилка в нем была Точнее, настолько он сильно любил этот вид спорта В студии у нас сейчас сидит Эдуард Байчара Вы сейчас скажете про его знаменательные черты характера А у нас в студии просто сравнят, насколько он изменился за эти годы Во-первых, у него были очень большие организаторские способности Судя по тому, что он вовлекал всех в этот вид спорта Потом он был очень порядочным Я в нем ценила его умение высказывать свое какое-то мнение Когда проводили классный час Он уважал своих одноклассников Хорошо относился к девочкам Уже в свои 6-9 лет был весьма галантным молодым человеком Мы помним, что ты был ударником-троечником А любовь к чтению у тебя появилась в 16-е Проявилась Появилась она из-за того, что у меня был ужасный акцент Акцент? У меня был очень ужасный акцент Карачаевский? Прямо жесткий Да, мне как-то начали подшучивать над этим И мне пришлось начать читать Вслух Вслух, поначалу вслух, да А потом не вслух Потом уже я глазами читал очень быстро Ну, после 16-я Но я как бы много книг прочел относительно, да Есть ли у тебя какие-то предпочтения в литературе? Любимое литературное произведение, скажем так? Есть Это французская классика Больше нравится Бальзак Вот в последнее время Последняя книга особенно Утраченные иллюзии Очень меня впечатлило Чтобы стать мудрым Нужно прочесть несколько книг А чтобы найти эти несколько Нужно прочесть тысячи Я думаю, что именно вот эта книга Входит в эти несколько Наши с тобой интересы немного переплетаются Эту книгу Бальзак посвятил Виктору Гюко Которого я очень сильно люблю Ну и люблю перечитывать Ясно, что здесь про Большей частью про журналистов Что бы ты отметил, с кем бы ты себя сравнил В этом произведении? Было такое впечатление Когда я читал эту книгу Что любой человек, который любит читать Найдет в этой книге что-то свое Так что вся книга пропитана Можно так сказать Мудростью, жизненной мудростью То есть я так понимаю Это бальзаковские перипетии Которые из одного ковшина в другой Потом еще что-то Но я читала бальзака, признаюсь И очень быстро от него отвыкла Видимо, мне придется к нему вернуться Уважаемые телезрители Надеюсь, что вас тоже затронула эта история Хотя мы не коснулись имен Не коснулись определенных сюжетов Лучше уж поговорить о футболе Если уж в студии у нас футболист Мы начинаем КВН Для кого и для чего? С чего начинается футбол, Эдуард? Футбол начинается утром, когда достаешь с кровати И заканчивается, когда засыпаешь То есть футбол, как и журналистика Образ жизни? Да Так что ли? И вот сейчас Быстрый бег Мгновенная реакция Я не знаю Стратегическое мышление на несколько ходов вперед Да? С учетом каких-то законов физики, инерции и прочего Скажи, сможешь нам коротенько там Описать футбол? Что его отличает от других видов спорта? Не ограничиваясь общими словами Знаете Все виды спорта Профессиональные Они все чем-то очень схожи Это начинается с детского возраста Фактически детства у тебя не бывает Ты либо в переездах, либо ты в спортшколе Родителей Особо так раз в год Два раза в год Это я на своем опыте Да? Потом Режим Всегда нужно следовать Режимы Если ты хочешь чего-то достичь Тебе всегда нужно следовать режимы У тебя должен быть свой какой-то план На день, на месяц, на год Ты должен ставить себе цели и достигать их Это Даже в еде Ну нету мелочей В футболе И в профессиональном спорте Ты упомянул про еду Скажи, на диете какой-то строгой Сидят футболисты там То нельзя, это нельзя Есть футболисты У которых есть свой личный диетолог Которые на каждый день У них определенное питание И так далее, да? Но в нашем российском футболе Таких единиц Жители Малокрачевского района И за дня в день Точнее три раза в неделю Занимаются футболом Тренировками Но наступает такой момент И что-то происходит Что-то ломается Им говорят Прекрати страдать ерундой Это не твое Футбол не твое И вследствие чего Мы вот так В одном единственном числе Прошу прощения Да Чествуем таких футболистов Как ты думаешь В связи с чем это все происходит И как изменить Мышление наших граждан Когда мне было лет двенадцать В нашей команде Было очень много ребят Которые тоже играли в футбол Вместе с тобой Вместе со мной Да, с учениками У нас была футбольная команда Торрес называлась И была взрослая команда И детская Вот вместе со мной В детстве Занималось около двадцати Двадцати пяти ребят Ребят Да К сожалению Сейчас Большинство этих ребят Большинство Наверное человек Пятнадцать Шестнадцать Потерялись в жизни Так скажем Да Кто-то сидит в тюрьме Кого-то уже даже нет в живых К сожалению Я сейчас объясню Почему это все рассказываю Человек пять Если как-то вот Жизнь так бы основалась Это уже хорошо Теперь я бы хотел объяснить Почему так произошло Да В детстве они играли со мной вместе в футбол А сейчас Кто-то в тюрьме Кто-то вообще под землю К сожалению Ребятам очень важно В таком возрасте Иметь Не то чтобы кумира А на кого равняться Чтобы они могли на кого равняться Когда есть в городе команда футбольная Дети могут заниматься футболом И тем самым отвлекаться от улицы Так скажем И соответственно Соответствующих проблем Да Соответствующих проблем Да Если бы Допустим у этих детей Так же как у меня было бы продолжение Да В моем случае Ну у кого-то не было Желания Я там ездил по два часа Там Четыре раза в день тренировался Я помню я в Кисловодск ездил После учебы Там сразу Садился в маршрутку Ехал в Кисловодск А тренировался Потом пересаживался Опять в другую маршрутку У кого-то не было возможности У кого-то не было желания Но если бы это все было бы у нас здесь В Малогорчевском районе Я думаю что Дети бы По крайней мере Вот те ребята Которые тогда Те ребята Которые тогда Они бы не потерялись Так в жизни Так что Очень важно иметь Футбольную команду И чтобы дети Дети были заняты Чтобы все равно Когда есть футбольная команда Есть когда футбольный тренер Хороший футбольный тренер В детстве Вот как у меня было Да Нам тренер всегда говорил Мы не хотим сделать из вас Хороших футболистов Кто-то был самим футболистом Очень хорошим Но если не станет Наша задача сделать из вас Хороших людей В первую очередь Воспитание человечности Нравственности И очень хотелось бы У вас спросить Про нынешнего тренера Футбольного клуба Эльбрус Про Марата Мудалифовича Узденова Я слышала что Вы с ним вместе Тренировались даже Ну в детстве да Он тоже был в этой команде Один не из многих Кто все таки связал Свою жизнь тоже с футболом И я считаю что Он очень большую пользу Приносит для Малогорчевского района И то что Он делает И показывает Детям Это будет В будущем Для них Очень полезно И прямо сейчас Продолжаем нашу беседу О тренерах Внимание на экран Первый тренер Эдуарда Байчура 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 Мы знаем что ты сейчас В числе футбольной команды Машук КМВ Города Питчегорск И там ты сейчас barrier Откраш composer пределами Вuniversución Да, в игре в начале сезона, в Ингушетии я получил травму, сложную травму, но, слава Богу, в наше время это лечится. Замечательно. И скажи, насколько травма футболистов выбивает из коленей и насколько сложно вернуться в обычный ритм, режим? Ну, многие футболисты после таких травм, допустим, 10-20 лет назад уже не возвращались в профессиональный спорт. Сейчас, слава Богу, это возвращаются и выходят даже на новый уровень. Это нас должно сейчас радовать. И что ты сегодня делаешь для того, чтобы... Ну, знаете, я уже 6 месяцев практически живу с этой травмой. С утра у меня определенные витамины, определенные тренировки. Я раза 3-4 ездил в Краснодар, в Москву на реабилитацию. Жил там, проходил лечение, так скажем. Ну, слава Богу, уже почти 6 месяцев прошло и уже собираюсь через месяц-полтора уже начать опять играть. И сейчас по традиции, по святой традиции ток-шоу М-Онлайн у нас мастер-класс от Эдуарда Байчура. Шучу, не каждый раз у нас мастер-класс от Эдуарда Байчура. Эдуард, что ты нам покажешь? Что ты нам расскажешь о футболе? Давайте, уже рассказал, наверное, достаточно. Я бы хотел вам не показать, а подарить кое-что. Да вы что? У меня не очень искренне. Это что такое? Это футбольная форма моя. Тосно? Я в ней играл в Тосно с автографами футболистов, которые выходили в премьер-лигу. Премьер-лига? Замечательно. Носительно здорово. Не у вас размерчик, но я думаю, вам все равно подойдет. Нет, я люблю такую фасон. Прекрасно. Последняя часть нашего сегодняшнего интервью. Дорогие телезрители, мы сегодня беседуем с Эдуардом Байчура. Опросник просто. Посмотрим, что за облика морали представляет из себя Эдуард Байчура. Футболист. Итак, первый вопрос. Если не собой, то кем бы вам хотелось бы быть? Ну, я, наверное, был бы все-таки собой и еще хотел бы играть на пианино. Пианист. Далее. Что вы больше всего ненавидите об антипатиях? Запавлять одеяло. Получается? Ну, я, естественно, я очень ненавижу. Любимая героиня? Это моя мама. Как это мило! И далее. Любимые герои в реальной жизни? Давайте скажу, мой отец, а то он обидится. В какой стране вам хотелось бы жить? В России, где нет коррупции. Каким вы хотели бы быть? Знаете, я отвечу так. Я бы хотел приносить пользу своим миром. Что вы считаете самым большим несчастьем в этом мире? Невежество. Невежество на человека. Ваши любимые занятия? Кушать мамин не хочу, но сегодня утром. Что является вашим главным недостатком? А можно следующий вопрос? Вы не любите отвечать на глупые вопросы. Видимо, это ваш недостаток. Далее. Что вы больше всего цените в ваших друзьях? Дух. У меня немного друзей. И я бы сказал, есть братья по крови, а есть братья по духу. Фантастический ответ. И далее. Качества, которые вы больше всего цените в женщине? Наверное, это будет верность и послушание. Ну и следующий вопрос, который сам с собой напрашивается. Какие качества вы больше всего цените в мужчине? Мужчина, в первую очередь, должен думать о своей семье. И следующий вопрос. Каким пороком вы чувствуете наибольшее снисхождение? Если честно, сложный вопрос, не знаю даже, как на него ответить. Итак, следующий вопрос. Способность, которой вам хотелось бы обладать. Давайте это будет готовить. Мы по традиции завершаем ток-шоу «М-онлайн» любимым изречением, а точнее сказать, девизом нашего героя. Я один из многих с парнем какой-то. Делаешь, боишься, не делай, делаешь, не бойся. Боишься, не делай, а если уж делаешь, не бойся. На этом мы завершаем 12 выпуск ток-шоу «Молодежь онлайн». И я с удовольствием пожимаю руку Эдуарду Байчара. Всего вам доброго, уважаемые телезрители. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok